С некоторыми недопониманиями со стороны бабушек и дедушек, со стороны вообще окружающих. Даже многие люди, которые были вегетарианцами, там, например, говорят, ну это же ребенок, ну это же, он даже как-то молоком поить. И вот тут у меня начался новый период моих познаний о том, что действительно ли, не опасно ли бегство для ребенка. В процессе ответов другим людям, почему опасно или не опасно бегство для ребенка, я искал и читал действительно, вдруг там чего-то не хватает, вдруг я сейчас свое чадо укроплю. В общем, за 5 лет ничего с ним плохого не стало. И он суперкрутой, суперразвитый ребенок. И вот здесь я вижу девочка Аси, ей 7 лет, она тоже веган. Есть девочка Лена, ей 4 года, она веган. В общем, как показывает практика, лучше всего вообще не париться по этому поводу. Потому что чем больше вы будете переживать, тем больше будет переживание от этого вашему ребенку. И я как папа, я понял, что я решил его исполнять. Функция отца, это достаточно интересно. И для этого нужно быть примером своему ребенку. Ну как примером? Ребенок просто будет повторять все, что вы делаете. И так как он чаще всего видит вас, вы для него сам авторитетный делатель. И вот что вы делаете, то он будет за вами повторять. И вот, грубо говоря, тому, чему вы его хотите научить, то вам и надо делать. Конечно, я научил своего, в итоге, ребенка много дурацким песен. И одна из его любимых песен, это политический пидо. Я больше не слушаю ее в машине с ребенком. Запретили. Потому что он спел ее бабушке с дедушкой. Бабушка и дедушка не поняли. Но я понял, что на самом деле нет ни у какого у меня правильного варианта быть отцом. Потому что у меня нет хорошего опыта имения отца. Я бы сказал, что мой отец, как отец, так себе. То есть, ну, он выполнял какие-то функции, там, наверное, экономические. Но я бы не сказал, что он со мной занимался. Он мне говорил, там, тапочки одень. Там, сморкайся правильно. Или делай так, или поступай. Он не показывал мне никакого примера. Он сидел за компьютером. Ну, он был, там, программистом, инженером. Поэтому я в детстве тоже сидел за компьютером. И игрался. И вот я подумал, что что я буду делать, то мой ребенок это же будет делать. Я его просто... В какой-то момент ребенка невозможно никуда таскать. И он находится с матерью. И вот это отдельно, наверное, разговор про веган-мам. И в этом моменте веган-папу нужно только помогать и разгружать маму с тем, что ей надо. И это неинтересный период. Интересный период начинается, когда вы можете куда-то таскаться с малым. И когда он начинает ходить и говорить, это еще круче. Потому что вы его можете водить... Я его решу, что я его буду водить по тем мероприятиям, в которых моя жизнь проходит. И я его начал таскать на концерты какие-то, если я что-то организовывал. Вот это на работу. Я куда-то в новое место устраивался. Я брал туда периодически с собой ребенка. Я вам хочу сказать, что очень круто быть отцом с ребенком в том плане, что к вам начинают люди добрее относиться. Потому что они сразу понимают, что вы не преступник и не бандит. Вас не обыскивают на металлоискателях. Потому что, конечно, человек с ребенком не будет бомбу взорвать или еще что-нибудь. В общем, если вы с ребенком, то это значит, что вы хорошие. И от этого тоже, когда ты проводишь время с ребенком и смотришь, как на тебя мир по-другому смотрит, ты тоже начинаешь смотреть на мир по-другому. И когда... Если вы хотите быть хорошим отцом и решите проводить с собой время с ребенком, вы увидите очень много интересного. Я думаю, что самое интересное, что вы увидите, это вы увидите сами в себе. Потому что вот у меня никогда не... Я вот помню как-то последнюю половину своей жизни, а предыдущую половину своей жизни я не вижу. И я... У меня есть какие-то там воспоминания и фотографии. А когда я вижу, как это происходит у моего ребенка, у меня как раз четко всплывает. О, и у меня так же было, и я так же там в детстве. Потому что, конечно, наши дети это на 50% мы. И неудивительно, что у них будет все то, что у нас, потому что все то, что есть у нас, могло нам выжить, следовательно, скорее всего, им передастся. И это грандиозный опыт пережития самого себя и осознания себя, что вы тоже были таким же маленьким. Это крутое переживание, что вы понимаете, что все не сразу приходило, что вы так же старались, что у вас так же не получались какие-то элементарные вещи, и что там человек учится и идет. И вот этот взгляд на мир, он помогает просто изменить ваше качество жизни. Вы из-за этого, получается, не грустите нам по многим моментам. И, в общем, самое интересное в отцовстве, это то, что когда вы занимаетесь ребенком, это получается вот самое главное, что может быть. То есть, в принципе, можно там не идти на работу, или еще куда-нибудь не идти. Это супер универсальная отмазка в некотором роде. Ты где? Я с ребенком. И все понимают, ну да, он сейчас в самом плохом положении. Он там сейчас занимается. Мы не представляем, что делать с ребенком. Вот, ладно, а он пусть страдает. На самом деле, это, конечно, очень круто и весело, потому что с ребенком можно проводить как угодно время, и времяпрепровождение с ребенком – это больше веселье и игра, нежели какое-то там переживание или страдание. В любом случае, когда у вас появляется там ребенок, вы сначала будете плохо понимать, что с ним делать и как. Но это точно так же, как с инструментом, это точно так же, как с любым мастерством. Сначала вы не разбираетесь ничего, куда бы вы ни ткнули, он только орет. Потом вы понимаете, как можно повлиять на его крик. Потом вы начинаете разбирать его крики по разностям. Потом, когда через некоторое время вы освоите ребенка. И с ребенком будет очень легко. Если, грубо говоря, все правильно делать и реально уделять этому время, там, поинтересоваться, почитать какие-то книжки о том, как воспитывать детей или поговорить со своими родителями и потом мне сделать все, что вам не нравилось, то вы добьетесь достаточно хороших результатов. Нужно просто дать понятие своему ребенку, что вы можете с ним общаться как угодно там на равных и относиться к нему как к равному и не быть для него там главным. И не быть для него рабчиком. То есть не бегать по его первому крику и призыву что-то выполнять. Потому что он тогда и поймет, что «О, если я поорал, мне делаю, значит я буду только орать». И мне все будет делать. Но с другой стороны, надо ему, конечно, врубать в другую сторону. Надо... Аешкин. А вам относились как к Ау? Я бы сказал так, нет. Вот ко мне как раз не относились и мне это не понравилось. И я подумал, что я теперь, будучи отцом, не повторю все ошибки, которые делал мой отец. Потому что каждое последующее поколение должно быть лучше предыдущего. Ну, по крайней мере, такое же, а не хуже. Потому что если мы имеем последующее хуже, то это чисто обломно. Это регресс. Нам надо стараться, чтобы мы стали лучше нашего предыдущего поколения. Я думаю, у нас получается. И я надеюсь, что наше последующее поколение будет лучше, чем мы. И как бы на это только, наверное, одна и надежда. И это только и заставляется вкладывать усилия в своих детей для того, чтобы создать из них индивидов, полноправных участников общества, дать им волю, научить их мир видеть правдиво. Не так, как нам говорили, нас обманывали, наши родители нам говорили. Школа это очень важно. Мы шли в школу, относились к этому очень важным. Мы говорили, экзамен выпускной, ой-ой-ой. Мы сдавали экзамены выпускной. Говорили, все фигня, вот теперь институт. Новое. Вам нужно еще или еще что-то. Нас постоянно удержали в каком-то, вот-вот, сейчас, сейчас произойдет что-то самое важное, и после этого вот хоть трава не растет. Но это все обман. Потому что наших родителей ввели так в обман, и наши родители не имели другого опыта. Очень частая картина, что мы говорим, да, вот у меня бабушка с дедушкой 50 лет вместе прожили, а мама с папой развелись. Вот. Я думаю, что это, наверное, такая массовая штука. Я думаю, что это у большинства. Потому что у наших бабушек и дедушек было сложное время. Они функционер друг с другом съели, прошли войну, какую-то жесть, и там уже куда-то разойдешься. Да еще и Советский Союз. Они, наши мамы с папой, в абсолютно мирное время, в другой обстановке пытались скопировать отношения своих бабушек и дедушек, не пройдя ад, войны и прочие жести. У них ничего не получилось, но у них остались воспоминания о том, как это было у их родителей. Поэтому, конечно же, у нас это должно реализоваться, пусть у них и не получилось. Но на самом деле нам не нужно выполнять заказ наших родителей. Мы должны, как родители, выполнить только одну функцию. Сделать наше потомство независимым и автономным. Оно должно самостоятельно суметь создать новое потомство, которое тоже сможет создать. И вот с биологической точки зрения мы ничего больше не должны. И из наших детей мы должны сделать самостоятельных людей, чтобы не нести их все время, чтобы в какой-то момент сказать, ну все, теперь ты можешь сам оперировать в этой жизнью. Поэтому наша задача, как родители, показать им реальность мира, правду мира. То есть не обманывать их, не вводить в заблуждение, не пугать их чем-то. А реально объяснять, что сделаешь так, получится так. Сделаешь по-другому, получится по-другому. Не навязывать им стереотипы какие-то или иллюзии. Чем больше мы их обманываем сейчас, тем больше их не разочарование будет, когда они вырастут. Вы все помните это разочарование. Вы все помните эти расставания с иллюзиями детскими. Осознание того, что вам говорили, это, оказывается, фигня какая-то. И чтобы наши дети не переходили через эти жесткие психологические кризисы, сразу объясните, что такое мир. Спасибо. У нас сегодня еще много выступающих. Я могу ответить, наверное, на какие-то вопросы, если у вас есть вопросы. С бабушками и дедушками Нестора достаточно повезло, что с моей стороны, что со стороны его мамы. Они, конечно, сначала задавали нам вопросы, но мы их уже просто приучили к веганству еще до того, как родился Нестора. Потому что мы знали друг друга уже два года до рождения Нестора, два с половиной. И за эти два с половиной мы уже, конечно, они уже привыкли, что на Новый год нам нужен оливье по вегану. И что есть майонез постный. И как бы они уже изучили веганское меню. И уже понятно, как блинчики можно, оказывается, без молока сделать. И понятно, как там пельмени можно слепить без яйца. То есть всему этому бабушки и дедушки учатся. Но это просто вменяемые бабушки и дедушки. Я уверен, что есть невменяемые, которые бы так не научились. У нас так получилось, что родители относительно такие современные. Они 50-х годов рождения. И поэтому у них такая эра, на которой они выросли, это все-таки было такое прогрессивное. Сейчас мы в космос все полетим. Сейчас у нас коммунизм наступит. То есть они такие интеллектуальные, более-менее, были. Готовы к тому, что люди откажутся от мяса. А в детском саду никто не дискриминирует? В этом режиме, что это полный детский сад? Нет, нет. Сейчас он входит в детский сад. Детский сад стоит 20 тысяч рублей, будем проклят, за такими ценами. И плюс веганство, что мы не платим за еду в этом детском саду. Минус этого веганства, то что Таня вынуждена готовить эту еду для Нестора по вегану. И она даже подходит к этому очень круто. То есть если в детском саду дают рыбные котлетки, она там добавляет в котлетки картофельные морскую водоросль. Они типа как рыбные. Но какого-то такого проблемы нет. Я бы сказал, что, скорее всего, Нестор будет похож на тех чуваков, которые пристают к другим по какому-то поводу, чем к нему будут приставать. Да, он приходит с едой, и у него своя еда по вегану, которая, грубо говоря, копирует его. Нет, ну там чуть-чуть не так происходит. Там несколько разнородная группа. Это более монтесарийский такой садик с уклоном. То есть есть разные системы. Никогда не отдавайте своего ребенка в традиционную систему образования. Вы все учились в традиционной системе образования. И помните, что это полная трата времени. Это там внедряют в людей нелюбовь к наукам, нелюбовь к литературе, нелюбовь к физике. Потом люди просто не понимают и имеют обращение всему тому, что по-хорошему должен знать каждый. Они специально делают так, чтобы люди отторгали образование. Потому что система нашего образования не делает людей лучше, а готовить новые кадры для каких-то государственных дел. Потому что государство ставит свои интересы выше интересов личности. И поэтому государственная школа не приносит никакой другой цели, кроме как сделать что-то удобное для государства. Вот в частные еще можно, мне кажется, в систему образования верить. Потому что я понимаю, кому я плачу деньги. Я прихожу, могу ознакомиться с программой. Я буду понимать, что эту методику пишет не какое-то безликое министерство, которому плевать на моего ребенка. А что эта методика там, она либо разработана кем-то. То есть я могу ознакомиться с материалами и понять, и осознать. А то, что я вижу в традиционной системе образования, это хорошо, когда у нас индустриальное общество, и надо ребенка подготовить круглые сутки, сидеть за станком и выпиливать болванки. Вот это вот такая вот методика. Как раз такое и получится. А если хочешь вырастить полноценную личность, то, конечно, все должно быть перестроено в системе образования. Вся наша жизнь это неплохой социальный институт. И всю нашу жизнь нам приходится общаться с кем-то. И, конечно, главное, чтобы у ребенка появилась возможность общаться с разными. Почему хорошо, когда есть мама и папа? Потому что ребенок видит модель появления мамы и видит модель появления папы. А почему хорошо, когда есть бабушка и дедушка и другая? Потому что ребенок еще больше видит моделей поведения. Он видит, этот человек себя так видит. Раньше, когда люди жили большими тусовками, там по 13, по 15 человек, у каждого ребенка есть сразу модель поведения для старшего, младшего. Все понимают, как, что, кто делает. То есть, а сейчас мы живем в несколько атомизированном обществе. И мы уже не живем большими семьями. И это очень часто, когда есть всего в замкнутом пространстве 3 человека. Мама, папа и ребенок. Это потому, что ребенок видит только модель поведения двух людей вместе. И в итоге ему сложно сформировать модель большого круга общения. Отлично, мы поговорим с вами потом тогда лично. Если нет никаких вопросов, то давайте я закругляюсь. И следующий у нас выступает кооператив «Сладенький». Ребята, или нужен перерывчик? Потому что они мороженое там сделали. А, уже кончилось.